Я не выспался не потому, что какая-то пьяная сволочь всю ночь под окном песни орала, потому что я, блин, знал все слова и мысленно подпевал. Тора в главе Бешалах рассказывает о чуде, которым увенчался исход из Египта, о рассечении Красного моря и о том, как это чудо, благодаря которому еврейский народ был спасен от погнавшихся был за ними египтян, в свою очередь увенчалось торжественно спонтанным, так сказать, изъявлением благодарности, когда Маше и сыны Израиля запели песнь Богу. Для закрепления эффекта еще и пророчица Мирьям собрала всех женщин, и они тоже воспели песнь. Обнаруженное евреями в тот момент чувство благодарности понятно и похвально. Но зачем нужно было петь? Почему именно песни? Самое искреннее, всесердечное и раздушевное чувство, переполняющее человека, пока оно остается внутри этого человека и не выражается хоть в каких-то сигналах в направлении других людей, оно столь же полезно и ценно, как миллионный счет, которому ни у кого нет доступа. Ты переполнен чувствами, вырази их. Благодарен, скажи спасибо. Виноват, извинись. Любишь, сделай что-нибудь хорошее. С другой стороны, возвращаясь, так сказать, к нашей приморской ситуации, Тора не сообщает нам, что Маше торжественно зачитал Богу благодарственный спич, встреченный сынами Израиля одобрением и аплодисментами. Ну, это звучало бы, конечно, странновато. А еще потому, что, по сути, именно песнь является особым каналом выражения. Слова, в которые мы облекаем наши мысли и чувства, являются некими контейнерами, одновременно и доносящими, и скрывающими. Обличенное в слово – это, увы, уже не то же самое, что в разуме и в сердце. Зачастую крик, звук, порождаемый сильным чувством и не закодированный в рамки слов, он более косноречив, чем самая подробная формулировка. С другой стороны, благодарственный вопль, издаваемый облагодействованным вами человеком, будет, скорее всего, не понят и вызовет либо испуг, либо защитную реакцию физического толка. Песня же, занимая промежуточную ступень между докладом и воплем, учит нас одновременно тому, что, с одной стороны, чувства нужно выражать, а кроме того, тому, что наши выражения должны быть наполнены явным и искренним чувством. Субтитры создавал DimaTorzok